Всем привет дорогие мои друзья и зрители канала и это на самом деле долгожданный ролик для моих подписчиков наконец-таки я решил сделать полиудариум у себя на рыборазводне я имею небольшой опыт в создании полиудариумов мой первый полиудариум был аквариум объем 35 литров который сейчас стоит на третьей полке стеллажа в нем сейчас в твите растет синема и бакопа каролинская тогда полиудариум получился довольно красивый там я использовал ивовые коряшки, известняковые камни, небольшой фильтр и там плавали гуппи из растений там был мох, анубиасы и криптокорина вентокоричневые здесь также будут похожие растения, может быть будут также новые растения и новые обитатели этого полиудариума полиудариум конечно чуть поменьше, не 35, а где-то 33 литра, но не суть главное то, что он красивый, модный, с закругленными стенками и как видите, этот аквариум у меня участвовал в выставке аквариумных рыбок 2023 года в принципе все готово, аквариум я промыл еще в предыдущем видеоролике песок я промыл, он у меня стоял здесь с начала июля уже песок высох даже, но грязь в нем осталась он стоял здесь с начала июля, потому что когда я создавал акваскейп там все забродило, все закисло, анубиасы начали растворяться вот эти вот анубиасы поэтому я их пересадил временно в этот аквариум а акваскейп все это время пустовал в нем были лишь какие-то засохшие части листьев осколочные части лавы и прочий-прочий мусор в общем все готово, полно у меня ивовых коряг полно частей этих ивовых коряг даже есть ивовые палки не знаю, может быть где-то они мне и пригодятся на всякий случай взял их с деревни кстати эти ветки прямо вот были взяты с того дерева засохшего на котором находится мой, зачем находился мой домик на дереве, который срубили в ноябре 2021 года также из декоративных элементов у меня есть огромное количество лавы я наконец-таки забрал те 2 кг лавы, которые я еще забыл в июле и теперь у меня есть огромный запас есть вот такой камень, который я могу взять за основу данной композиции один такой большой камень есть есть также камень чуть-чуть поменьше ну и полно здесь таких вот маленьких средних камней есть конечно тут камни другой немного породы но их здесь буквально 5 штук и они мне понадобятся если вдруг у меня будет какая-то пустота, то я их возьму но мне кажется их лучше не использовать, потому что они тяжелые и не очень-то мне они нравятся а вот лава она такая пористая и вот этот тут камень, наверное, раза в полтора легче, чем вот этот поэтому буду использовать только лаву коряги и растения такие как мох вот эти вот все мелкие анубиусы и возможно какие-то еще растения буду использовать пока что не знаю какие по ходу дела мы с вами все это решим Музыка Музыка «Академия» Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Спустя 2 часа я закончил оформление данного аквариума лавой и ивовыми корягами Такая композиция у меня получилась Две отдельные горы, одна побольше, одна поменьше И вот так наискосок проходит тропинка Сверху ее конечно же получше видно, только надо убрать светильник В общем получилось все намного лучше даже чем в конце июня Напомню в конце у него был похожий аквариум с похожей композицией Но там были ивовые коряги, которые были довольно крупные Их было мало, лавы было мало И в общем всего-всего было мало Сейчас всего предостаточно Горы как видите довольно высокие Высота их где-то в пол высоты аквариума Что приблизительно достаточно для композиции, для высоты, для глубины данного аквариума Поначалу конечно он будет полюдариумом То есть здесь будет где-то вот столько вот воды Посажу немного мха под воду Немного мха, наверное даже много мха Посажу на коряги и на лаву над водой И потом когда мух разрастется Уже на выставке я его затоплю И это будет уже не полюдариум, а аквариум Наверное сейчас пробно его затоплю полностью Чтобы посмотреть как он будет выглядеть под водой И что мне нужно будет в нем подправить Залил аквариум водой И как видите сразу все кардинально изменилось Кстати удивительно, что ни одна даже самая маленькая веточка ивы не всплыла Понятно то, что самая большая коряга слева И справа притоплены довольно большими кусками лавы Поэтому они не всплывают Однако есть такие вот отдельные мелкие веточки Тоненькие, которые вроде даже не всплыли Вот это вот единственная ветка, которая видите Восплыла и вот там еле-еле держится под куском лавы Понятно то, что таким аквариумом не будет Он будет полюдариумом Буквально вот на сутки я заполню этот аквариум водой Потом как только все эти камни промокнут Как только все это устаканится Я солю полностью эту воду, которую я налил из-под крана Заполню полюдариумом буквально вот настолько водой Посажу в нижнюю часть анубиса, в подводную часть Возможно, часть кустов посажу в надводную часть И в полунадводную часть полюдариума И полностью также в надводную часть посажу мхи Химиантус микротомодис Также попробую на вот этот вот пенёк посадить Который сверху находится В общем, буду экспериментировать Но это будет уже завтра А для вас буквально через секунду Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-таки я закончил создавать этот полюдариум Для выставки аквариумных рыбок 2024 года И я потратил не один день, не два дня, как говорил Вернёмся через сутки На самом деле я потратил целых три дня На то, чтобы полностью перебрать этот аквариум Я снова убирал всю лаву Убирал все коряги Всё потому, что мне не понравился вид коряк И также моим подписчикам, которые смотрели предыдущий видеоролик Тоже не понравился вид коряк Они были в коре И представьте, на тёмной лаве была тёмная коряга Естественно, не было никакого контраста И коряги просто сливались с лавой И тогда я ещё говорил, что очищать эту кору довольно трудно Да и также при очистке очень много маленьких веточек теряется Которые мне как раз были очень-очень важны Но я постарался вручную, пальцами, ногтями всё это очищал Было, конечно, очень трудно Местами даже больно Но по итогу, как видите Я очистил довольно много коряк Очистил, наверное, процентов 99 всей коры Может быть, кое-где кора и осталась на самых маленьких веточках Но там просто очистить её нереально Иначе я просто поломаю маленькие веточки И то я уже поломал, наверное, процентов 40 всех маленьких веточек Их пришлось просто выкинуть Как видите, вот так выглядел бы аквариум Если бы я оставил бы коряги в таком виде А вот так выглядит очищенная кора Действительно, контраст очень-очень большой Под мхом его, конечно же, не видно Но, думаю, когда мхо разрастётся Когда я заполнен этот блюдарем водой Тогда, конечно, будет виден контраст Между песком, лавой и корягами с мхом Пока что у меня такой план Я, получается, закрываю этот полюдариум сейчас И где-то до середины декабря ничего здесь не меняю То есть, как посадил мох, как посадил химиантус Как посадил три кустика анубиуса Так всё это я и оставляю Получается, до середины декабря Мох здесь разрастается И только к середине декабря я начинаю высаживать сюда анубиосы И в нижнюю часть, и в среднюю часть И, возможно, даже в верхнюю И сразу же после посадки анубиосов Я этот блюдарем затапливаю где-то вот наполовину Почему я не посадил анубиосы сейчас? Дело в том, что здесь влажность Достаточно только для мха, а не для анубиоса Анубиосы могут и засохнуть А также они могут перейти в воздушную форму А когда я блюдарем затаплю, эти воздушные листья могут раствориться Что будет, естественно, не очень красиво смотреться на выставке Поэтому их я сюда посажу только после затопления полюдариума А пока всё это время будет расти здесь мух И химиантус Не знаю, химиантус разрастётся здесь или нет Если он высохнет, то я его пересажу чуть-чуть пониже В воздушную форму Если разрастётся, то посажу ещё вот на эту горла Вот так же немного химиантуса Такой ролик у нас получился Оцените полюдариум и будущий аквариум-акваскейп Напоминаю, выставка будет проходить 4, 5, 6 января 2024 года В Доме культуры Стимул в городе Москва По адресу Сибирский проезд, дом 2, строение 5 Там же она и проходила в прошлом году Только в этом году будет больше акваскейперов Не буду я один, как в прошлом году Будет много их, 5 или 6 человек Также будет, естественно, больше рыбок И больше стеллажей И больше аквариумов Так что обязательно приходите Можете увидеть там и мой Этот акваскейп Тераполюдариум И можете увидеть там и мой аквариум-травник 120 литров Очень устал я, конечно Целую неделю с этим аквариумом уже копаюсь Получается, у меня сейчас около 75 дней есть До того момента, как я его повезу на выставку Я все уже предусмотрел Уже поставил этот аквариум на фанеру Я его просто подниму И вместе с фанерой понесу Не разбирая ни лаву, ни коряги И тем более мох с анублесами Всем спасибо за просмотр Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok